Светлой памяти доктора медицинских наук, члена Союза писателей России, почётного гражданина Оленёкского Улуса, заслуженного врача Республики Саха и Якутия Винокурова Иннокентия Иннокентьевича. Маленький Кеша мерно покачивался в юге. Он привык к широкому шагу сильного оленя. Привык к тёплому дыханию и к большим рогам. Вечером они приедут на стоянку, и там он вдоволь набегается, а потом заснёт крепко, чтобы утром рано опять ехать дальше. Привык он и к большим мужчинам, которые весело подкидывают его высоко, прямо в небо, и смешно щекочут его бородатыми лицами. Это геологи, и они ищут здесь солнечный камень. Я себя помню, как будто я родился на седле оленя. В моей памяти, первая память была, то, что я сижу действительно вот специально оборудованное детское такое седло, детское седло, кто не падал, специально делает. Я сижу и в одной руке держу мясо, кусочек мяса, в другой лепёшкой, кушаю и еду. Жизнь, которую прожил Иннокентий Винокуров, была не только яркой и насыщенной, но и уникальной с самого детства, где главным эпитетом было слово «впервые». Родился он 3 августа 1950 года в селе Сухана Оленёкского луса, первенцем семьи знатного оленевода Иннокентия Афанасьевича Винокурова и Татьяны Христофоровны Ивановой. По воле судьбы, в июне 1955 года, в возрасте 4 лет, он стал самым маленьким участником великой эпопеи открытия алмазных месторождений в Якутии. Вот что писал об этом в своём воспоминании лауреат Ленинской премии, заслуженный геолог ЕССР Владимир Николаевич Щукин, возглавивший в начале июня 1955 года один из геологических отрядов партии номер 167 Амакинской экспедиции. «В один из дней начала июня 1955 года меня вызвали в контору партии и познакомились с Каюром Иннокентием Винокуровым, который должен был обеспечивать оленями транспортировку моего отряда. При знакомстве Иннокентий сказал, что вместе с ним работает жена, а также 4-летний сын Кеша, которого в отряде прозвали Кеша Маленький. У них было 30 оленей». 13 июня 1955 года была открыта знаменитая трубка «Мир», а 15 июня 1955 года отрядом Владимира Щукина были открыты кимберлитовая трубка «Удачная», а через месяц трубка «Сытыканская». Владимир Николаевич в книге «Были и будни Алмазного края» вспоминает. С нами был Кеша Маленький, сын оленеводов Иннокентия и Татьяны Винокуровых. Забегая вперед, скажу, что он отлично проделал весь маршрут в люльке на олене, ни разу не болел и никогда не был нам помехой. Я очень обожаю оленя, потому что когда я по рассказам матери, и мне кажется, даже я помню, это было весной, что тоже болезнь была. Я сильно так, не сильно заболел, и я так росла. И родители беспокоились. Потом обратились они к старой женщине. У старой женщины подошла и говорит, надо ребенка лечить священным оленем. У нас есть священная олень. Она окутала меня с заячьим одеялом, вынесла из этой палатки или с юрты, не помню. Я точно помню, что это было весное, солнечный такой день был. И мы сели на нартисе, ждем этого священного оленя. И приобрели этого оленя. Я помню, что он такой белый был, большими рогами. И прямо поставили мне, ну лицом лицом, к оленю. Закрыли одеялом нас с собой, голову оленя и меня. И моей детской памяти, вот этой темноте, вот этой одеялой, да, вижу большие блестящие глаза оленя и теплое такое дыхание, идущее от оленя. Я вдыхаю вот это теплое дыхание оленя и чувствую, как мне согревается внутри все это. Потом я сразу выздоровел. В память об этих ярких событиях детства в 2007 году он написал свою первую книгу «Оленями тропами. Местерождением алмазов Якутии». Где впервые раскрыл вклад своих земляков-оленекусов в становление алмазной промышленности. Художественным языком описал тяжелый и изнурительный труд оленеводов-проводников по непроходимой тайге и теплые воспоминания о замечательных людях, геологах-первооткрывателях, которые оставили в его душе неизгладимо добрые впечатления. Геологи-первопроходцы 50-х годов шли, как поется в песне, за туманами и за запахом тайги, как настоящие романтики. Многие из них были совсем молодыми, но их отличала самостоятельность, ответственность и одержимость новыми идеями. Пишет Иннокентий Иннокентьевич в своей книге. Выбор профессии для него также был не случайным. В детстве, после прочтения повести Николая Мординова «Аммадчага и Абеда», под впечатлением от прочитанного, он решил стать летчиком. Но судьба распорядилась иначе и привела его в медицинский факультет Якутского госуниверситета, в который в начале 70-х годов было невероятно трудно поступить, но еще труднее было доучиться до конца и получить диплом. Их курс был самым ярким и запоминающимся. Учился в Иркутске, а я летел домой, допустим, домой в Оленек, и ночевал я у Кеши, по-моему, 13-й корпус назывался, где медики жили, в общаге. И вот я у него, по-моему, две ночи ночевал. И вот мне поразило то, что вот, например, вечером уже поздно, уже, допустим, да, я уже хочу спать, вложусь в кровать, а Оленекентий сидит, читает. Вот такие толстые книги там, читает. Ага, ну ладно, читает, читает. Я утром просыпаюсь, смотрю, он опять сидит, читает. Я говорю, что, не спал, что ли? Он говорит, нет, спал. И вот думаю сейчас вот, благодаря тому, что Кеша обладал такой вот целеустремленностью, да, вот усидчивостью там, ага. Ну в школе он тоже подвижный человек был, да, боксировал хорошо очень. Ну не у каждого одноклассник, доктор наук, скажем, да, и такой писатель, член Союза писателей России, это тоже. Я вот когда вот еще Кеша живой был, всегда больше хвалился, хвастался, чем он, наверное. Что вот у меня доктор наук, писатель, он такой человек. Окончив медицинский факультет ЯГУ, он первым из оленекцев овладел самой сложной специализацией медицины, хирургией. После интернатуры при Тбилицком госуниверситете он начал свою карьеру хирурга в родном Оленекском Улусе, где завоевал уважение населения не только как талантливый хирург, но и как организатор здравоохранения, став главным врачом Оленекской центральной районной больницы. До сих пор Оленекса по-доброму называет его наш хирург Кеша. Иннокентий – это человек, который оставил после себя след такой глубокий. И все то, что он делал для молодых оленекцев и якутян, должно стать примером жизни, примером ответственного отношения к своей жизни. И мы были, Оленексы, под большой защитой его. Любой больной, если попадал в руки хирурга Кеси, так называли, его с любовью, с любовью, все оленексы, обратно возвращался здоровым. И потом он следил за их здоровьем. Тяжело говорить в прошедшем времени о нем. Но память о хирурге Кесе, у Бае Кесе у нас останется навсегда. В 1978 году он женился, справив в селе Оленек небывалую по тем временам свадьбу. В тот год весна наступила раньше обычного, и ледоход впервые прошел в середине мая. В Оленьке родилась дочь, рождение которой он был безмерно рад, ведь он впервые стал отцом. С Кешей мы попали в один заезд, были молодыми специалистами. Нас встречал районный комитет комсомола, и предприятия, учреждения очень широко распахнули двери и встретили нас как родных прямо. Буквально в этом году состоялась комсомольская конференция, и многих из молодых специалистов, в том числе меня и Накинтия Накинчева, избрали в районный комитет комсомола. Костяк молодежи получается, который работал по своим направлениям, мобилизовал молодежь, организовал разные социалистические соревнования, досуг, воспитательные работы, очень много было. И вот на этой почве мы, конечно, познакомились. А на следующий год, в 1977 году, приехала Оксана Александровна. Она тогда была Яковлева, молодой учитель, и мы знали, что это невеста нашего Накинтия Накинтьевича. И с Оксаной мы, конечно, стали работать в одной школе и жили в одном общежитии. Вот так вот началась наша дружба. В 1980 году Минздравом Якутии он был направлен на два года в клиническую ординатуру по хирургии при Втором Московском государственном медицинском институте имени Пирогова, где у него впервые проявился научно-исследовательский талант в такой сложной области медицины, как хирургия. В Москве у него родился сын. Позже он часто рассказывал своим детям, как, проводив жену в роддом, по ночной Москве в час ночи один добирался со станции метро Богортионовская до станции Юго-Западная. А на следующее утро узнал, что у него родился сын-богатырь, весом 4 килограмма 200 грамм. Я помню, что Иннокентий Иннокенчич он единственный хирург на весь район, который и буквально командировки, работа ночами, срочные случаи, какие-то травмы бытовые, может, какие-то, ну, там, случаи. И везде был у нас один Киша. Поэтому я, конечно, буквально мы с молодости знаем его как, ну, как хирурга, очень квалифицированный, который прошел, ну, такую трудную, насыщенную и разнообразную такую практику. Что такое хирург большой? Что такое земляк большой? Короче, через его руки, через его, значит, сочувствие, какое-то устройство в жизни людей прошло много наших земляков. Ну, и мы тоже в том числе. И постоянно, везде, чуть ли не телефонные разговоры и так далее, поддержка, поддержка, еще раз поддержка. Ну, вот такой вот Иннокентий Иннокенчич был. В 1985 году селью всерьез заняться наукой в сочетании с любимым делом практической хирургии, Иннокентий Иннокентьевич с семьей переезжает в город Якутск и начинает работать в научно-практическом центре фтизиатрия, где по-настоящему проявился его талант как перспективного исследователя, хирурга высшей категории и заведующего хирургическим отделением. А в последние годы еще и главного внештатного таракального хирурга Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия. Иннокентий Иннокентьевич очень много писал по научной, по практической деятельности. Он автор четырех патентов, более 120 научных публикаций. У него вышла большая монография по туберкулемам легких. Он автор четырех методических рекомендаций и пособий. Иннокентий Иннокентьевич был очень активный у нас член ученого совета и научно-плановых комиссий. Мы немножко даже где-то боялись, что он задаст какой-то очень серьезный вопрос, а вдруг мы не сможем на него ответить. Но даже задавая вопрос, Иннокентий Иннокентьевич помогал нам правильно подобрать, правильно ответить. Вот так скажем. Под его руководством улучшилась материально-техническая база таракальной хирургии. Появилось три больших операционных зала, оснащенных современным хирургическим и анестезиологическим оборудованием. Хирургическое отделение, состоящее из двух блоков. Первый на 25 коек для дооперационного пребывания и второй на 30 коек для послеоперационного пребывания пациентов, где они получают уход и полноценное комплексное лечение. Это отделение стало одним из самых эффективных направлений научно-практического центра в тезиатрии. Он был скромный, не очень многословный, но я очень быстро понял, что он прошел школу районного хирурга, прошел московскую ординатуру. И, конечно, вот этот жизненный багаж, он постарше был. Очень быстро, в течение короткого времени, уже было видно, кто такой после студенческой скамеи, кто такой после жизненной районной школы хирургов, Московской школы хирургов. И сразу же он начал заниматься новаторской деятельностью. Первую статью я помню, это был по объему циркуляющей крови у оперированных больных. Он уже очень быстро написал научную статью, затем взялся за такой серьезный анализ, и оно вылилось в диссертационную работу. Скажу, что Иннокентий Иннокенчев в своей диссертационной научной работе написал без научного руководства. Это и сегодня является, скажем так, вот хирургически, научной хирургией, это высший пилотаж, потому что человек сам находит проблему, сам его решает, сам его внедряет и делает все своими руками. И, конечно, вот в этом новаторстве он, хотя и туберкулезом давно занимались, и хирургия таракальная, легочная хирургия, она во всем мире была очень, и сегодня она очень развита. Но, тем не менее, вот Иннокентий Иннокенчев нашел бреши, и они, эти бреши, скажем так, вот, нуждались в практическом применении. Важно то, что все свои новаторские идеи он проводил в лабораториях медицинского института, оперировали собак, потом оперировали кроликов, и прежде чем приступить к людям, мы, конечно, проходили такие вот большие эксперименты. И его вот первая методика введения лекарства во внутригрудную сосуды, идея была такова, что и сейчас мы над этим бьемся, чтобы была самая высокая концентрация противотуберкулезных препаратов легких. Вот он нашел такой путь. Весь мир искал, он нашел очень короткий, хороший путь. Затем я скажу, что по всему миру сегодня идет проблема, это вот при легочных операциях обработка культива главного бронха, потому что всегда бронхи заживают вторичным натяжением, через нагноение и так далее. Но сегодня даже институт патентоведения находится в большом, скажем так, напряжении, какие же еще можно было бы найти методики. И вот эта вот огромная зрелость работы, огромная практика работы, его привела к тому, что он сам придумал, сам разработал и опробировал методику обработки культива главного бронха, чтобы после операции, после органов удаляющих операции эти легкие заживали. Меня впечатлило то, что он очень интеллигентный, да, со сообразным чувством юмора, очень такой вот мягкий, устилищий голос. Но в последующем вот с 85-го года по это время мы все время с ним были вместе. И скажу, что за его вот такой вот интеллигентностью, мягкостью скрывается такой очень принципиальный человек, человек очень такой целеустремленный. И от своих идей или от своих нововведений он редко отказывался, он всегда шел вперед. И в этом плане, конечно, Иннокентий Иннокентьевич, я бы сказал бы, как хирург был очень такой вот упертый. Есть такой хороший термин, у него был очень хороший почерк. И то, что вот все мы обращаем внимание к тем, кто с ним сталкивались, и это тоже говорит, этот почерк говорит о его скрупулезности, о его пунктуальности, о его такой вот, я бы сказал бы, педантичности. И действительно, Иннокентий Иннокентьевич обладал всеми этими качествами. И чем больше мы с ним общались, тем он нас больше удивлял. Да, он волновался перед операциями, он очень переживал. И надо сказать, что вот эти операции, которые мы проводили или внедряли, нам ведь их никто не показывал, их нам ведь, никто нас этому не учил. Мы сами ездили, сами смотрели. Конечно, ходили, значит, мы ходили в патанатомию, там, где срывают, ну, трубку, да, вы знаете, с разрешения там, ну, определенных регламентов. Мы пробировали эти методы, чтобы помочь нашим больным. И у нас было огромное сожаление, что тех больных, которых мы потеряли, будучи молодыми, от тяжелых последствий, от тяжелых осложнений, которые на то время хирургия наша не располагала, методологией, техникой, оборудованием, да, если бы вернуть бы этих больных, конечно, мы бы их спасли. И, наконец, очень сожалел, что вернуть бы нам тех пациентов в это время, конечно, сколько бы мы жизни могли спасти. Он всегда думал о пациентах, всегда. И вот еще раз говорю, вот за его такой вот интеллигентностью, мягкостью всегда был такой стержень, такой характер. И, конечно, этот человек, считаю, что он достоин был больших званий, и больших достижений, к сожалению, жизнь это прервала. С 2012 по 2016 год Иннокентий Иннокентьевич работал доцентом кафедры анатомии человека Медицинского института Северо-Восточного Федерального университета имени Максима Кировича Моссова, а его ученики сейчас работают ведущими хирургами республики. Он был полон сил и энергии работать и вносить свою лепту в развитие медицины. Мы с ним впервые встретились на третьем курсе, когда он у нас вел предмет оперативной хирургии, топографической анатомии. Он мне запомнился очень внимательным, нечутким наставником, который относился к нам не как к курсантам, студентам, а именно как детям, ребятам, 20-летним, у которых есть свои мечты, свои стремления. Таким вот он мне запомнился. Курс прошел с тех пор я закончил ординатуру, поступил на аспирантуру. Я его не забыл. Как минимум раз в год мы с ним встречались между делом в гардеробе, в коридоре, и всегда я слышал от него теплое приветствие. Он интересовался моей семьей, моими успехами и искренне радовался за меня. Сейчас я работаю в онкологическом диспансере врачом, анестезиологом, ленематологом. Я являюсь аспирантом кафедры анестезиологии, готовлюсь стать кандидатом наук. И я верю, что Иннокентий Иннокенч порадовался бы за меня. Отделение хирургии имеет уникальную историю. В нем в разные годы трудилась плеяда выдающихся хирургов Якутии, из которых его наставником была заслуженный врач РСФСР и ЕАССР Клара Парфеневна Самсонова. До последних дней своей жизни Иннокентий Иннокентьевич активно оперировал больных, внедряя различные инновации. Для спасения больных от тяжелой болезни он изобретал новые методы хирургических вмешательств. По рассказам его коллег, каждому изобретению он подходил как настоящий творец и знаток своего дела, скрупулезно оценивая все риски и все преимущества. Человек одаренный от природы, сам по себе так, людям, с людьми, с коллегами, ну, от санитарка, маленькой санитарки, там и все прочее, медсестер, медперсоналу, он как уважительно, и всех знал, на перечет, уважительно относился, ну, просто он такой человечный человек вообще. И вот я удивился еще одной его черты. Красноп из директора Новосибирского НИИ туберкулеза переезжал к нам и здесь и с нами обсуждал и все вопросы там, какие у нас направления нам надо, все прочее указывал, да, и Никитий Никитевич его восхотел тем, что там у них защитил кандидатскую, потом докторскую, вот в этом в этом институте основывается. Так, так, что кругозор, общительность и все это, культура обращения, отношения с коллегами и все прочее, это меня восхищает просто. Мы потеряли очень крупного, большого ученого, в будущем он бы мог сделать очень многое вообще. Это я просто, когда вот вспоминаю, что его нету, как будто и стена у меня сзади рухнула полностью, вот, и все открыто там, защиты нет, этой нету, как будто. За его и спиной мы чувствовали себя очень защищенными, одаренными, одухотворенными, творческими, все прочее. Самым серьезным увлечением у него стало писательство, при том в одном из сложных жанров исторических романов. В 2013 году вышел его роман на русском языке «Любовь и уяранги», который народный писатель Якутии Андрей Кривошапкин окрестил первым романом современной эвенгийской литературе. Вы знаете, я, когда ее прочитала, я прочитала ее на одном дыхании, потому что эта книга меня буквально заворожила. В одном из исследований я обнаружила, что эту книгу отнесли к так называемой научно-популярной книги, но между тем сам автор обозначил ее все-таки как воспоминание. Я поняла сразу, что передо мной очень большой художник, человек, у которого был очень весомый талант писателя, настоящего писателя. Несколько позднее я обнаружила именно такое мнение и у Андрея Васильевича Кривошапкина, который сказал, что при встрече, поговорив с автором Иннокентием Иннокентьевичем, он увидел перед собой настоящего художника. Следующая встреча с Иннокентием Иннокентьевичем состоялась уже в 2013 году, потому как меня попросили, чтобы я сделала небольшой критический обзор его первого романа, первого романа на русском языке, который назывался «Любовь в Яранге». По стойбищам прошел слух о том, что Маганбекча влюбился в прекрасную девушку оранчика из племени Туматов, и по обычаю оленьих людей построили торжество с угощением в честь рождения новой семьи необъятных просторов родной Тумы. Это полноценный исторический роман. И, конечно, автору, непрофессиональному автору, было чрезвычайно сложно собрать этот материал, но Иннокентию Иннокентьевичу удалось это сделать. И он один из немногих, который написал полноценное историческое полотно. Более того, я хочу сказать, что при первом прикосновении к этому произведению бывает у читателей возникает вопрос, правомерный вопрос, а почему же, говоря об исторических событиях, масштабных событиях из истории рода Тагуцев племени Туматов, почему это произведение называется очень обыденно «Любовь Яранге». А потому что именно любовь и в своем уже заключительных своих главах об этом тоже написал автор «Любви начинается все». И любовь, это любовь, конечно же, и к своему народу, это любовь к своей стране, это любовь к своей малой родине. Все начинается с любви. Поэтому такое прямолинейное название «Любовь Яранге» и в этом романе тоже есть очень много сцен, которые содержат в себе любовь. Надо сказать, что это название носит, безусловно, такой метафорический характер. Конечно, вот одна из последних встреч с Иннокентием Иннокентьевичем, она меня немного ошеломила, потому что выход этого романа, как ни парадоксально, его погрузил в какую-то даже такую творческую депрессию. Он считал, что этот выход романа был немного преждевременен, и, может быть, он не так прозвучал, как ему бы того хотелось. Я, как литературовед, как исследователь, я, конечно же, не могла поддержать его вот такого настроения и убеждала его в том, что ему ни в коем случае нельзя уходить из русскоязычной национальной литературы. Он должен обязательно продолжать свои произведения. Быть может, не на таких уже монументальных, масштабных материалах, но, тем не менее, на русском языке его творчество, безусловно, состоялось. И имя Иннокентия Винокурова, вне всякого сомнения, это уже имя в истории эвентийской литературы. Действительно, роман получил признание не только якутян, но и жителей других регионов, которые, прочитав его электронную версию, присылали свои отзывы из разных городов, чему он, как творческий человек, был очень рад. В 2016 году он опубликовал свой второй роман на якутском языке «Уссахатурде» «Предки якутов», после которого его приняли в Союз писателей России. Он очень активный человек, оказывается. Когда стал членом Союза писателей, он во всех наших собраниях, съездах регулярно ходил, выступал и даже пел. Он очень хорошо пел, оказывается. Поет, оказывается, очень хорошо. И этим тоже он ближе мне. Но я чувствую, что у него затумок очень много было. И он писал очень быстро. Темпи писал. И два романа создать за короткое время, это показывает, что у него очень большой дар. каждый писатель имеет свой взгляд на вещи, так что я его сидел как художник и слов. За несколько дней до своей внезапной болезни он завершил работу над своим новым романом. Но, к сожалению, не успел его опубликовать. Роман посвящен историческим корням коренных малочисленных народов Севера, основан на исторических событиях давно минувших дней. Иннокентий Иннокентьевич всегда увлекался историей, особенно любил погружаться в историю происхождения государств, народов и их дальнейших судеб. Он был истинным патриотом своей малой родины, своего северного арктического края, северных народов, болел душой за их развитие. Особенно дороги были для него уникальная оленёкская природа и земляки, которых он воспел в своих трогательных стихах и песнях на своей мелодии. В своем исполнении он успел записать две песни, собирался снять видеоклип. Я очень люблю и горжусь своим краем Оленьком. Мы почему-то называем свой край Оленёк, Оленьком. Вот если спросят откуда вы, мы всегда говорим я с Оленька. Таким он был, многогранно талантливым, уникальным во всем и всегда был одним из первых. При этом, несмотря на всестороннюю развитость, общественное признание и успех, в жизни он был исключительно скромным, порядочным и простым в обращении человека. Семья Оксана Александровна, дети, это семья, которая была примером для всех молодых семей того времени. И до сих пор мы вспоминаем о них с такой, как сказать, с любовью и приняли решение сделать честь этой семьи Винокуровых Оксаны и Иннокентия чистой, глубокой любви беззаветной сквер любви Иннокентия и Оксаны. Мы над этим проектом сейчас думаем и это будет увековечиванием их любви и обязательно мы сделаем Валентин в самом красивом месте сквер любви большой Иннокентия и Оксаны Винокуровой. Многому научил он своих детей прежде всего быть порядочным, честным и скромным. Он всегда напоминал им, где бы человек ни жил, чем бы он ни занимался, кем бы он ни стал, семья для него должна быть главной ценностью. Радовался каждому успеху своих детей, внуков, любимой супруги, народного депутата государственного собрания Илтумян 4-го созыва, кандидата педагогических наук Оксаны Александровны Винокуровой. Дорогие сородичи, уважаемые гости, сегодня мы все окунулись в такой прекрасный самобытный праздник, который несомненно станет одной из культурных традиций нашей столицы республики Саха-Якутия. Я очень рада, что сегодня на сцене и вообще весь этот праздник организован администрацией и населением Оленёкского района, которое стало для меня второй родиной малой. Дело в том, что сегодня на этой сцене было показано произведение по мотивам романа, как его окрестил Андрей Васильевич Кривошапкин, первым романом современной эвенкийской литературе «Любовь в Яранге» моего покойного мужа Иннокентия Иннокентиевича Винокурова. Мы сегодня хотели бы отметить его заслуги, его регалии, вы знаете, он доктор медицинских наук, яркий сын Арктики, член Союза писателей, всю жизнь посвятивший более 40 лет исцелению населения от самого тяжёлого недуга. Он был хирургом, членом Союза писателей России, но сегодня я хотела бы вручить именную стипендию его имени уроженке Оленёкского района, выпускнице 2021 года Медицинского института Северо-Восточного Федерального университета Долгуновой Варваре Семёновне, ныне работающей врачом-онкологом, Уселданской центральной районной больницы. АПЛОДИСМЕНТИЕ АПЛОДИСМЕНТИЕ любовь и верность своему призванию лечить и спасать людей. Это моя мечта увидеть ещё раз белого оленя рядом и чтоб он ещё раз меня дыханием своим лечил. Вот моя мечта такая. Он любил и был любим, потому вдвойне горько осознавать, что посвятив более 40 лет исселению людей, спасая сотни жизней, скончался от новой коварной болезни, перед которой медицина оказалась бессильна. Память о светлом человеке будет всегда жить в сердцах всех, кто его знал, любил и признавал. Светлой памяти доктора медицинских наук, члена Союза писателей России, почётного гражданина Оленёкского Улуса, заслуженного врача Республики Саха и Якутия Винокурова Инагентия Инагентивича.